День добрый и добро пожаловать! С вами я, Хаг, и вы смотрите YouTube-канал Let's Play по-русски. И в этом видео мы посмотрим на игрушку под названием Цигурат. С самого начала большое-большое спасибо Донову, но за ключик очень-очень приятно. Второе, эта игрушка находится в раннем доступе, но ее можно уже сейчас прямо брать. Я не знаю, что он решил грузить. Я кнопок не нажимал. А, это демка какая-то, понятно. Ну, не страшно. Давайте просто начнем и посмотрим. Я уже пару раз поиграл. Скажу вам так, по идее, игра сама по себе такая нежестоко страшная. То есть, вот, например, если нас Nuclear Throne убивает, неважно на каком уровне, быстро и страшно и жестоко за ошибки наказывает, здесь у нас больше происходит эффект такого стирания, медленного-медленного стирания, в котором мы потихоньку-потихоньку теряем ресурсы, здоровье, потихоньку враги становятся все тяжелее, тяжелее, тяжелее. И если мы не можем накопить достаточно мощного оружия и возможности развиваться, то мы просто умираем потихоньку. То есть, это все происходит, к сожалению, медленно, 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 очень-очень медленно. Большие группы монстров, это, конечно же, красиво и приятно, и почему-то мне игра очень сильно напоминает Doom. То есть, вы знаете, когда забегаешь в комнату и там куча жестоких монстров, и начинаешь их убивать, убивать, убивать. И вот я не знаю почему-то, даже, вот, например, Paranautical Activities, которая очень сильно напоминает Doom, там мне не было такого ощущения, как здесь, то, что это, ммм, это очень-очень похоже, интересно. Здесь? Очень-очень-очень-очень. Так, ну о чем это я говорил? Я говорил о том, что скорее умираешь от того, что теряешь потихоньку здоровье, а не от того, что какая-то ошибка или какая-то суперсложная комната, и вдруг, да, я взял и умер. Такого не бывает, потому что у нас с каждым левелапом практически каждый раз нам советуют, и можно взять или какой-то апгрейдик, или полечиться. То есть, конечно же, если постоянно лечиться, то у нас не будет апгрейдов, и мы не будем достаточно сильными. Но, с другой стороны, опять же, эти левелапы, они ничего такого по-настоящему хорошего не дают. Можем найти оружие разнообразное. Да, это может случиться, это всегда рандомно. У нас также есть три балки, а то есть, например, вот эта вот палочка волшебная, которая у меня сейчас в руках, это она бесконечная, она, конечно же, потихоньку заканчивается, но, когда она заканчивается, она просто начинает стрелять медленнее, то есть, энергию на эту палочку нужно перезаряжать, просто немножко ею не пользоваться, и можно тогда пользоваться бесконечно и без проблем. Когда как три остальных оружия, у нас все заканчиваются, и это нужно собирать. А то есть, у нас есть синий, зеленый и оранжевый, синяя балочку я еще не заполнил, еще не собрал кристаллов, но синий я находил ледяной что-то вроде дробовика, на зеленой я находил волшебную палочку, которая помощнее была, чем моя, и на оранжевые гранаты находил, которые взрывались и можно было бросать. Так или иначе, все оружие слабовато. Вот то, как хорошо сделано, например, то, как хорошо сделаны комнаты, или то, как классно сделаны враги, вот эти вот модели, так же слабо оружие, над ним нужно работать, я не знаю, нужно ли здесь улучшить звуковые эффекты, или просто отдачу, или эффект попадания, потому что сейчас это... Я понимаю, что это такое феральная магия, которая так, ну это, да, это, считайте, чистой энергией, это не дробовик, который шарах и все сносит, и, может быть, я переиграл в Nuclear Throne, но, в общем, оружие, оно смотрится классно, и, как бы, эффекты классные, но у меня нет ощущения того, что у меня... Ух ты, я взял что-то, и сейчас всех разнесу направо и налево. Может быть, я еще не открыл достаточно оружия. Итак, что у нас можно? Bookworm, еще one more perk when leveling up. Хорошо, вот давайте. Increase your spell, mana pool. Нет, давайте сейчас еще один перк будем получать за каждый level up. Это хорошо, то есть у нас теперь не две карты будут, а три. Но я еще не столько наиграл, чтобы открыть все карты, чтобы у меня было много выбора. Еще одна вещь, которая меня немножко... Да даже не немножко, а сильно мешает. Смотрите, у нас здесь, по идее, комната с боссом. Но, если я зайду в нее без того, чтобы я нашел ключ к этому боссу, мне просто покажут, что найдите, пожалуйста, ключ к этому боссу, и идите отсюда, гуляйте дальше. Когда у меня есть ключ, сразу же бой с боссом запускается. А то есть было бы приятно, если бы я активно это делал, то есть подходил к середину комнаты и говорил, хорошо, теперь я хочу сражаться с боссом. Если уже этот специальный ключ есть, то есть я могу, например, сюда зайти, у меня не будет этой досочки с кристаллом, я здесь похожу, 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 и пойду искать дальше досочку с кристаллом, что, да, неприятно. Приходится искать ее, но в то же время, когда она у меня есть, сразу же на меня бросается босс, без предупреждений, так что, может быть, с этим можно было бы что-то сделать, поприятнее, поприятнее это все можно было бы придумать, потому что это немножко сумбурно получается. Так, что у нас еще есть? Вот эти вот ромбики желтые, это экспириенс, который нужно поднимать, к сожалению, это все исчезает, то есть это нужно поднимать как можно быстрее, чтобы оно не исчезло, что я считаю абсолютным тупизмом, то есть, ну, зачем, почему оно должно исчезать? Это мои вещи, которые я заработал, убивая врагов, это физические вещи, которые появляются. Так, хорошо, increase your spell manipul, fills your manipul, but leaves your health at 25%. Мне больше всего нравится это, это самое нормальное, пока что у меня нормальных перков нету, но ничего так, давайте. Вот, вот, вот зачем кристаллы исчезли? Я не знаю, я не знаю, для чего это в игре сделано, это чтобы я не засиживался, с другой стороны, это мне мешает, потому что я не могу сконцентрироваться на убийство врагов, я не могу сказать, что хорошо, я сейчас разберусь с врагами, а потом соберу все, что мне повываливалось. А то есть, это как-то так, я не знаю, для кого это они делают, для чего это они делают. Хорошо. Хорошо. Господи, тут кусочки сюжета, и это было, там была надпись «Дождь из морковки». Что интересно, так, ну-ка, я пока что здесь секретов не находил, они, может быть, есть, я ничего не могу сказать, пока что я их не находил, ну, неважно. Так, давайте посмотрим, где я еще не бегал, я тут пробегаю по всему уровню, потому что можно найти оружие, можно найти новые вещи, и это важно, без разнообразного оружия будет очень-очень тяжело. Так, понятно, это ловушечки, на которые я, как ни странно, не попал. Нет, ну я попал в них, но от них особо не умер. Эти товарищи с арбалетами, они идеально стреляют мне в бег, а то есть, вот то, как я двигаюсь, та сторона, в которую я двигаюсь, они туда стреляют, и в меня попадают, если я продолжаю туда двигаться. А то есть, их как только видишь, бежишь в одну сторону, потом тормозишь, бежишь в другую, вот, видите, я сейчас бежал налево, и он как будто это предвидел. Интересно, интересно, я понимаю, что нужно сложных врагов делать, но это вообще гадость, потому что, по идее, уже привыкаешь к этому нормальному движению, и тут они начинают стрелять идеально в то твое движение. Это такое... Не надо, не делайте такого, это же зло, зло, зло и жестоко. Так, что еще? У меня нету такого ощущения, что я всегда могу попасть своими заклинаниями, даже если я хорошо прицелился. По-моему, есть легкое рассеивание попаданий, но это... Я не знаю, зачем это делал. Может быть, мне это кажется. Может быть, я пока что еще криворукий такой, что у меня не получается попадать в врагов. Но, по-моему, где-то 30% пуль, они как бы отлетают в другую сторону и не попадают никуда. Так, хорошо. Давайте. Оп, есть. Ай, е-мое, череп. Вот, видите? То есть, я целился в одну сторону, пули разлетались по такому кружку. Я не знаю, зачем это сделано. То есть, например, в автомате, я понимаю, это сделано, чтобы я не стрелял автоматически. Здесь же... Какой смысл? Какой смысл у волшебной палочки не стрелять автоматически? Я не знаю. Ну, странно. Ну, хорошо. Ну, сделали. Это их выбор, это их игрушка. Сделали, так сделали. Нужно привыкать к этому. Так, давайте тогда посмотрим, где у нас выход. Если я не ошибаюсь, выход там, да. У босса. Давайте ускоримся немножко. Хорошо. И вот такая вот игрушка. Смотрится хорошо. Управляется хорошо. Можно играть на контроллере. Правда, нужно отключить его, чтобы эти промты на кнопки нормальные, клавиатурные были. Так что это... И здесь все нормально. Они здесь молодцы. Единственное, что как бы у нас FOV, FOV, то есть поле зрения. Это очень важно, по идее, для шутера. У нас не сразу же в графике, а там... Сейчас я вам покажу, по-моему, в настройках игры. О, притом оно у меня... Кто ему разрешал ставить на ресет? Это же... То-то, то-то, то-то. Вот, мы нашли гранату. Хорошо. И, о, тут, ну, совсем по-другому... Ой, совсем по-другому играется. Хорошо. Так, давайте пойдем тогда. Большая полянка. Не маленькая. Так, этих ледяных товарищей я сразу же вам скажу, я не люблю. Потому что они разваливаются на огненных товарищей, которые еще взрываются, к тому же, рядом. Так, а так как хочется собрать все, что они из себя выбрасывают, то это очень тяжело с ними совладать. Так. Хорошо. Я всех взорвал? Да, вроде бы всех. Так. Хорошо. И я, скорее всего, сейчас поиграю еще в один уровень и на этом закончу. Потому что я еще не настолько хорошо играю, чтобы пройти всю игру, чтобы показать вам всех боссов, например. Но второго босса покажу. И что приятно, это то, что боссы рандомные. То есть я сейчас за парочку забегов еще ни одного одинакового босса не видел. Очень хорошо. Это они... Мне нравится. Они мешают их. Их много. Очень часто это просто большие версии маленьких врагов, с которыми мы встречаемся. на уровнях. Но это не страшно. Я не против. Они посложнее просто. И можно играть. И это... Можно получить от этого удовольствие. Так, давайте посмотрим еще левел ап. Так. Манаджем. Скивью. Мор. Мэджик. Энерги. Ресторт. Вот. Можно полечиться. Да. Это меня не интересует. Давайте. Больше магической энергии. Правда, у меня нет пока что еще дробовика этого. Ледяного. И ничего другого ледяного. Но, как бы... А, морковка. Чудесно. Мне очень нравится морковка. Е-мое. Хорошо. Ага. Так. Ё-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. А, было бы очень приятно, если бы можно было по оружию видеть, что у него заканчиваются... Заканчиваются патроны. Очень было бы приятно. Потому что так приходится смотреть на эти балочки, которые справа И это, ну это, это хорошо, это прилично, но это не интуитивно Было бы намного лучше, если бы можно было, например, как в оружии Как, знаете, первый, кто это сделал, это Halo сделал Это там, где на оружии сразу же меточка и сколько там патронов в оружии Точно такое можно было бы сделать, но только для волшебной палочки Чтобы не смотреть на экран куда-то там вбок Потому что это в бою, это неудобно А когда оружие заканчивается, конечно же, оно ничего не делает Нужно переключиться или оно переключается не на то оружие, на которое я хочу Так что это нужно активно делать И поэтому хочется активно, постоянно знать, что я делаю, как я делаю И как мне когда, что лучше сделать Так, товарищи, я знаю, что вы знаете, куда я бегу Угу, хорошо Так, ловлапчик будет еще через комнаты две где-то До этого еще нужно дожить Ай, е-мое, зеленая гадость Ай, я еще здесь не всех убил Понятно Угу, угу Па-па-па-па-па Ну, давай Хорошо Так, следующая комната у нас будет ловлапчик Давайте пойдем отсюда Давайте пойдем дальше Мы ищем сейчас, конечно же, вещь какую-нибудь хорошую Иногда есть комнаты, в которых есть большие склады ресурсов, напитков и всякой такой гадости Есть комнаты, в которых у нас сюжет, такую комнату вы уже видели Есть комната, в которой у нас доска лежит Вот она доска, которая нам откроет босса А то есть, скорее всего, эту доску лучше не собирать Лучше всего сначала зачистить весь уровень И потом направленные идти к боссу И уже знать, что он... Ага, тогда у нас запустится босс Так Вы, гадости Которые знаете, куда я бегу Опаньки, ловлапчик Хорошо Угу Так 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 Есть Ну Особенно, когда их много, тогда уже просто уворачиваться невозможно Кто-то из них в меня да и попадет Так Так Хорошо Давайте гранаты возьму Они мне нравятся Угу У них, по крайней мере, хоть какое-то такое ощущение Это вот тут Бам Устраиваешь На уровне Ну и где? Где? Где ты? Вот он ты Хорошо Так, давайте сейчас ловлапнемся Что у нас? Больше здоровья Increase your staff, map Ресурс Давайте полечимся Мне хочется до босса дойти Хорошо Он всегда лечит половину максимального здоровья Ну, считайте, половину здоровья поднимает Так Куда мне нужно идти? На там нужно миникарту открывать Это, по идее, стандарт Бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо Давайте Пробежимся Быстренько Хорошо Видите? То есть у меня потихоньку-потихоньку У меня здоровье Съедается Как только я ловлап Трачу на здоровье У меня сразу же Минус В силе О, господи Что-то Вальтер Такая большая гадость, а Хорошо Вы Идете От них увернуться практически невозможно Там От них нужно очень-очень далеко держаться Чтобы от них повернуться А в такой маленькой комнате Это Просто невозможно Я не то чтобы жалуюсь Я говорю то, что это нужно привыкать к врагам Нужно тренироваться И это всегда в таких играх То есть Проходит где-то Часов 20-30 Пока Все не знаешь На все Неправильно не реагируешь Ага Вот она комната с ресурсами В которой может быть все что угодно Я бы конечно же не отказался от здоровья Но ресурсы на гранаты Это тоже прикольно Так, хорошо Тогда давайте пойдем дальше Скорее всего у нас Ага, босс Понятно, какой босс Ааа Я с ним тоже еще не встречался Класс Приятно Но он сейчас скорее всего будет Эдов вызывать Ага Это первая его возможность И умение Ага, он вызывает морковок Понятно Давай Давай-давай, парень Не стесняйся Ой-ой-ой Он еще этих стрелячих вызывает Вот это уже неприятно Но ничего От него скоро ничего не останется Хорошо Все, мы лечимся У нас левелап И так продолжаем Дальше, дальше, дальше И дальше Итак, игрушка в раннем доступе на стиме Приятная Приличная Чтобы получить неудовольствие По-настоящему Нужно открыть больше вещей Ну, то есть Просто сейчас у меня на левелап Выходит всякая непонятка Нужно больше открыть вот этих карт Нужно открыть больше оружия Тогда будет намного-намного интереснее Сейчас вначале Об этом Это качественно Это играбельно Это уже в раннем доступе Можно брать и играть Но Скажу вам так Над этим еще можно работать Это можно сделать удобнее Это можно сделать лучше Так Хорошо Больше экспириенса И мы отправляемся, например На следующий уровень Но я на этом закончу Скажу вам большое-большое спасибо Спасибо за внимание И мы увидимся в следующем видео Субтитры сделал DimaTorzok